решил еще один крючок забацать проиграться проверить как он будет работать но тут все просто откачиваем это была рачка сначала нагрузили потом 60 обрабатываю сейчас вторую сторону что оно было похоже на ножевидное окончание диаметр прутка 12 здесь будет я так надеюсь 8 а может при обкатке там все будет видно сейчас это пока что заготовочка переворачиваем обрабатываем вторую сторону это же самое сначала болгаркой на грубую и потом подчешиваем кулочкой вот так подогонку потихоньку все это включится уже что-то получается вот так быстро как вот так нагреваем печки чтобы это все потом загнуть нагрел печки поставил в тиски выбрал трубу по диаметру изгиба какой изгиб нужен труба больший будет больше труба тоньше загиб будет меньше но это как бы все потом можно подрепетировать в нужном направлении все берем молоток и стукатим загибаем туда куда надо удачно было согнуто хорошо загнуть вот этот загиб сначала и потом загибы другие делали перегнул назад нагрел сейчас опять молотком все это в тисточках достаточно нормально все правильно вот как то так примерно на глаз у меня тут размеров никаких нет все это на глаз делается обкатывается удобно неудобно затачивается затупляется ну и так далее вот надо отогнули назад надо согнули в общем как то так получается инструменты сами ну а самое главное конечно не изготовление обкатка и естественно учиться этим инструментом потом разжав следующий начинаем долгая у нас брать и точить, 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 точить и точить до придания нужной формы этим точкам замутил значит здесь у меня самый кончик это первый загиб где-то 5-6 миллиметров дальше где-то 7 здесь 8 вот от красной линии вот он крючок вот от красной линии я его немножко вот здесь уже утончать начал и он как бы утончается до самого этого здесь вот так вот практически острый вот он вот такой и у меня диаметр увеличивается здесь он просто с двух сторон вот до этого загиба утонченный здесь 10 миллиметров вот здесь уже 8 здесь 7 6 5 здесь 4 ну и на конус а вот эти вещи я вот так загладил с этой стороны вот такая хрень короче видишь там утончается не знаю будет видно или нет вот отсюда я вот таким образом вот так сюда чуть-чуть тоньше тоньше здесь ну и здесь клювит то же самое я его вот так вот заточил что он здесь вот здесь он почти ножик вот по этому контуру ну как там миллиметра полтора площадка то есть если надо будет мне эту площадку развернуть я заточу сделаю ровно а нет оставлю а здесь она вот такая вот такой он получился формы вот вот такой здесь чуть ширина есть и она утомчается ну опять же чтоб вот этот нос я так понимаю от сих до сих куда-то залазил а это как бы чтобы воздух ну как-то вот так на финишном этапе обработки одеваю сюда термоусадочку чтобы не следила ну и так плавно немножко плоскость выравниваю конусность пытаюсь такую сделать чтобы он плавно конусом выходил кое-где здесь лишнее снимает ну я немножечко так еще здесь подработаю сейчас вот эту часть чтобы она была чуть более конусной вот напильником конечно тяжковато но зато я как бы контролирую процесс ну а также вот таким образом то же самое когда надо залезать берем вот так все это делаем подравниваем тоже хорошо залеживает с красивым так сказать закруглением получается вот таким образом вот так пока что это все на грубую обкатка покажет опять же чем хорош вот в данном случае будет крючок его можно будет подогнуть разогнуть вот что он не каленый потом допустим если необходимость будет можно сделать крючок из такой стали которая калится результат у нас получается какой вот я наклеил маркеры здесь у меня пять миллиметров на конус здесь шесть с половинкой миллиметров здесь у меня десять но все идет на конус пока что так ну понятно что при желании можно сделать тоньше если будет нужно а пока что вот так и сейчас немножечко его зашлифую чуть покрасить покрасить завалил оговорил с собой сторон самое главное я завалил сверху насколько это возможно было и отсюда и отсюда сверху и снизу и потом все это подзалил ну чтобы нагрузить нагрузочку то есть отсюда можно лишнего так сказать больше снять чтобы ручка была более менее аккуратная так перевариваем лишнее надо зачистить убрать зачистной круг такого формата сейчас все лишнее надо сточить с одной стороны примерно так сейчас с другой стороны обработаю резкость наводить ну вот более-менее порядок теперь изолента и термоусадка примерно так и потом сверху тоже немножко одену и можно изолентой промотать чтобы руками чистым быть и вот этот край это все внутрь завернется так аккуратно все получается с одной стороны небольшой запасик даем в трубочку в трубочку заворачиваться а потом заворачиваем пока на горячую с этой стороны аналогично поехали вот 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 он получился прототип прототип крючочка все это будет обкатываться что-то будет видоизменяться что именно я не знаю но вот такой самопально-самодельный эндмей крючочек получился значит здесь у меня пруток 12 миллиметров здесь 10 здесь 9 здесь 8 7 6 вот здесь 5 здесь заточена вот здесь чуть ножевидная потом шире шире сейчас покажу ну здесь кромочка такая потом она уходит на конус в конце концов затупить или заострить проблемы никакой не будет вот такой вот получился крючок обкатка покажет что где так что где не так крючок как раз у меня идет с белыми чтоб не путать его с белой ручкой подразделение и сделал для того чтобы не пытаться где у каких крючков места с такими ручками здесь там белыми белыми ручками здесь белые желтые зеленые ну и так далее определилась пока место для крючка до этого но это так маленький по скрипкам ковыряю крючком до ковырял уже почти практически ровно до 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 Продолжение следует...